Сура девяносто вторая. Ночь. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Я, Аллах, клянусь ночью, когда она покрывает своей темнотой землю. И клянусь днём, когда он освещает своим сиянием то, что не бывает видно ночью. И клянусь тем, что он создал мужской пол и женский. Поистине, стремления, дела ваши, о люди, различны. Одни стремятся к благам этого мира, а другие к благам вечной жизни. Что же касается того, кто давал, тратил своё имущество на благие цели и остерегался наказания Аллаха, исполняя его повеления и отстраняясь от того, что он запретил, и признал истинность прекраснейшего, признал Аллаха как единственного, истинного Бога и поверил в его обещание о том, что он многократно вернёт потраченное человеком на добрые дела, которые были совершены только ради его довольства. Тому мы облегчим к легчайшему. Тому Аллах облегчит дела совершения благого и повиновения ему. А что касается того, кто скупился, жалел своё имущество на добрые дела и не старался совершать дела ради награды Аллаха и обогащался, предпочёл мирские удовольствия райским благам, и не поверил в истинность прекраснейшего, не поверил в обещание Аллаха о его щедрой награде, тому мы облегчим к трудности. Аллах затруднит путь к совершению благих деяний, и это поведёт его к аду, и его не спасёт его имущество, которое он копил всю жизнь, когда он низвергнется в ад. Поистине, на нас лежит обязанность указать истинный путь. Аллах взял на себя ответственность разъяснить людям путь истины и путь заблуждения. И поистине, нам принадлежит и последняя вечная жизнь, и первая в этом мире. Аллах владеет и управляет всем, что в этом мире и в вечной жизни. И вот я, Аллах, предупредил вас, о люди, об огне пылающем, об аде. И будет гореть в нём в аду только несчастнейший, который счёл ложью истину, которую дал Аллах, и отвернулся от веры и повиновения Аллаху. И будет отдалён от него от ада, остерегавшийся, тот, кто всецело остерегался неверия и грехов, который приносит своё имущество, чтобы потратить их на пути блага, чтобы очиститься, только ради того, чтобы быть чистым от грехов перед Аллахом, а не на показ людям и не для доброй молвы о нём. И нет ни у кого перед ним, расходующим, какого-либо блага, которое должно быть ему возмещено. Он не желает получить за свои расходы от людей какие-либо блага. А тратит он только и стремление к лику и довольству Господа Его Высочайшего. И, конечно же, он будет доволен той наградой, раем, которой его наделит Аллах. В сборнике хадисов Аль-Бухари и Муслима приводится хадис от Али ибн Абу Талиба, который рассказал следующее. «Однажды мы присутствовали на погребальной процессии вместе с пророком. И он сказал, у каждого из вас уже записано его место, которое он займёт в раю или в аду». Тогда сподвижники спросили, что же нам теперь, не стараться? Пророк сказал, совершайте дела, ведь каждому облегчено то, к чему он создан. «Что касается того, кто должен быть в числе счастливых, то ему будет облегчено совершение дел счастливых, а что касается того, кто должен быть в числе несчастных, то ему будет облегчено совершение дел несчастных». Затем он прочитал аяты из Суры Ночь. Что касается того, кто давал и остерегался, и поверил в истинность Прекраснейшего, тому мы облегчим к Легчайшему. А что касается того, кто скупился и обогащался, и не поверил в истинность Прекраснейшего, тому мы облегчим к Трудности.